всем привет с вами канал artmania и сегодня у нас история как мы с сыном сегодня ездили на эхо и кг там были короче узи сердца сегодня мы с ним поехали она находится то есть не в нашем районе далеко там почти 10 километров ехать ездили сегодня вдвоем с сыном на такси без мужа не знаю это просто кошмар мы состоим в платной клинике детской то есть не государственной а в платной вот и у них это узи находится только вот там в центре города на кирова вот у нас в самаре вот поехали конечно я вызвала такси заранее потому что обычно с креслом ехать этого ждать очень очень долго такси как бы у нас так уже время немножечко подходил ну вызвала таксист приехал стать очень быстро мне это удивило очень вот новенькая машина все прямо быстро доехали хотя 10 километров ехать вообще-то доехали мы быстро и приехали у нас там было где-то часа полтора или чуть чуть меньше я подумал будет как и в нашей поликлинике то есть мы раньше приходим на полчаса на час то если врач на месте она нас принимает то всегда было вот так вот тем более сейчас вот в период всего этого вируса всего вот этого они стараются сделать так чтобы детей не было ну детей родителей не было в поликлинике чтобы было пусто ну зачем все это вот мы приехали на рецепшене значит там особо не улыбчивый ну там всегда так было особо не улыбчивые такие нет хамоватые такие злые девушки женщин деву ну да женщина девушки там как-то так девушки наверно вот такие не злые там мол ждите вас еще полтора часа как ждать говорим она же там пускай она нас примет может приехали горючей виноват что такси так быстро подъехала я думаю как всегда получится сейчас будет там подъезжать такси как раз я думал что приеду ко времени не ждите ладно пошла ждать думала там как есть игровая наши вот поликлинике есть прям классная игровая там зима прямо играет ему безумно там нравится там игрушек конечно немного но они есть там игровой оказывается нету я надеялась то что мы там посидим там ее толком нету ребенок ну так поначалу занимался потом пришла другая девушка вот идите она вас ждет мы заходим говорим фамилию она значит нет в этом у меня вас нет вы приду вы должны были прийти в час 40 еще рано сидите ждите и ртах никого нету говорю примите нас вы все равно сидите просто так ничего не принять ребенку то чего мы должны сидеть там цеплять этот вирус нет я занята я печатаю я так сбесилась меня это так сбесила жутко прям просто мне казалось я вспомню сейчас все матные матные слова какие-то вообще только бывают хотя честно говоря даже матом не рука мне это ужасно сбесила не знаю короче я ушла пошла в игровую обратно с ребенком ждать короче не знаю час чем-то мы на точно там проторчали потом ладно приняла приняла назначить все посмотрела юрина там листочек вы нам должны его распечататься мы из другой поликлиники потому что ой не знаю мне не распечатывает принтер ну думаю началось идите в коридор ждите опять ждать мы еще полчаса ждали пока она пытается распечатать потом она перекинула на флешку на флешке отдала на рецепшене там девчонки смотрю чем-то другим совсем занимаются что-то там они без зелень что-то господи ну побыстрее уже стоит ребенок конечно честно измучился он у меня смотрю уже просто катается по полу уже просто вот ему нечем заняться я его не могу поднять взять на руки потому что у меня спина больная знаю что у меня потом будут проблемы с позвоночником не не туда не сюда и усидеть я его не могу за руку я его держу он уже у меня просто на руках за руку уже просто висит я уже боюсь просто ему вывихнуть эту руку и блин я не знаю это просто кошмар я уже сижу смотрю думаю ну ладно пускай катается по полу думаю домой приедем помоемся уже просто ребенку просто уже деть было некуда и они распечатывают три часа распечатать и распечатать и распечатать блин насколько можно я уже туда подошла думаю все сейчас он мне бумажку не дадут я начну ругаться насколько можно не ну вот говорит ваш листочек готов берите господи ну наконец-то ну хорошо хоть это такси пришла он как раз начала вызывать такси у меня ребенок опять начал упал на пол давай мне там по полу кататься я скорее скорее адрес говорю там ну господи быстрее бы просто хотя бы вызвать эту такси на такси слава богу приехал быстро потому что в прошлом году мы ездили тоже вдвоем сыном мы такси ждали полтора часа нам звонят такси нет такси нет то есть но с креслом уехать то есть именно такси с креслом с ребенком уехать очень очень у нас было сложно и в прошлом году позапрошлом по моему даже мы на автобусе приезжали с мужем вместе позапрошлом или позапрошлом что ли они в принципе хотела бы конечно можно было бы на автобусе доехать но я знаю что у меня ребенок не будет сидеть в маске то есть ну опять же всякие вот эти все вирусы в автобусе находятся и все такое я думала такси быстро не приедет то скорее всего мы поедем на автобусе я подумала вот так вот ну быстро подъехал мы там как раз пошагали немножко игры давай как динозавр ходит давай шагать туда сюда туда ну слава богу ехали конечно с пробками сын пытается сейчас уже сидя на креслаце пытается открыть дверь вот эту вот пришлось держать его руки а я чувствую меня уже спина начинает болеть уже просто устала блин короче мы в этой поликлинике сегодня провели два часа два представляете два это офигеть вообще просто из-за такого дурацкого надебильного персонала и там всегда такая я читал как-то давно заходила отзыв чтобы написать зашлась где решила почитать и у всех вот такая же фигня блин они ничего не меняют почему бы не сменить то хотя бы персонала там на рецепшене вот на рецепшене сидит девушка подходишь она даже глаз не подымает она сидит дальше там ковыряется что-то у себя там ковыряется у нас например наши поликлиники заходишь она тоже поднимает голову и улыбается тут же прям вот а там что-нибудь раз все скажут и все там ну как бы там блин не знаю короче она скажет как бы как законченное предложение как по интонации что ли понятно что она уже все сказала а тут непонятно я стою дальше продолжаю жду ответа от нее а я что-то вопрос задала жду ответа тишина я жду 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 стою 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 думаю блин да сколько она будет отвечать то мне дебилизм какой-то вообще кошмар просто надо было все таки конечно муж у меня пошел это зубик делать я не смогу я зуб пойду делать надо было перезаписаться на другое время тогда уж лучше ну чтобы пойти вместе с мужем муж бы там рякнул на всех там устроил такой скандал что там наверно все бы сразу строй бы стали бы все начали работать и вот как раз какой-нибудь нужен такой начальник на этом начале какой-то такой спокойный там на приму чтоб рякнули короче вообще меня столько злости переполняет это ужас просто просто кошмар я не ожидал что будет настолько я думаю сейчас я приеду нас примут и мы уйдем и все нам пришлось сидеть и игровой нету кошмар конечно не узи вот это вот она я печатаю сижу главное вообще кошмар не заняли вас тут замучил мне кажется через чур сколько там почти это 10 минут уже вот короче такая ситуация у нас так узи значит ими сделали все хорошо там также кстати хотела еще записать отдельный ролик но я скажу наверное в этом ролике мы прошли уже всех практически врачей у нас один врач остался кто у нас там остался а лор лор да лор мы не попали там просто бумажечка висит дамы я не попала прошлый раз я отказалась потому что нам нужно было с утра мы какому-то врачу сходили и вечером надо было идти а меня такие по ходу вместе с ребенком или на коляске с ребенком очень сильно выматывают я очень сильно прямо устаю не знаю почему видимо дома пока сидишь вот это вот отвыкаешь от всего этого короче всех врачей прошли у димочки все в порядке со здоровьем все хорошо слава богу вот то есть вот он год прошел у нас мы за год как раз всех обошли останется только у нас лор и все и все хорошо будет слава богу и теперь нам только обходить в следующем году вот так вот у нас короче прошел сегодня день и конечно домой пришли дима кстати сегодня с утра проснулся в ударе было не за это было что носится носится носит я думаю все думаю я наверное это точно очень сильно устану прям не успокаивается и носится и носится туда-сюда туда-сюда и пришли мы домой вроде бы он устал помылись а еще этот курьер приходил через интернет девушка у меня купила тамагуч у меня был такой виде микки маус там вот и как бы должна была идти на почту но там это время короче все долго у ее ребенка день рождения она мне денежку перекинула на телефон поскольку у меня пока что карточки еще нету вот так курьер там как-то она через какую-то фирму видимо договорилась он короче пришел забрал тамагуч вот пришлось еще курьера ждать то есть вот это все время ребенка помыла обтерла одела пошли сели кушать он кушать не хочет я думаю блин ну конечно мы провели полдня сегодня провели просто в помещении даже не гуляя а в этом просто помещение надо было выйти пораньше это такси это вызвать там чтобы погулять вот конечно не был с трудом стрелом его накормил и положил спать и кстати он уснул очень быстро он уже там дрыхнет у меня вот намотался устала я очень сильно сильно устала пойду сейчас отдыхать у нас это время уже четыре пять шесть два часа только осталось до шести чтобы поспать но я не буду наверное спать вечером я лягу пораньше спать потому что два часа я не высплю все равно ладно не буду вас задерживать вот так у нас день прошел напишите свои комментарии это от ну и господи не отзывы а комментарии да почему обо всем об этом думаете еще раз скажу что у нас нет и клиника то есть не государственная а платная клиника и вот такое вот отношение к сожалению в ней наши вот хорошие слава богу честно говоря не позавидуешь тем кто живет там на кирова приходится туда ходить такое отношение к людям наплевательское то есть даешь деньги то есть платишь деньги да за год оплачиваешь и плюс тебе такое отношение как будто в обычный смысл тогда платить ходить туда если можно пойти тогда в обычную в принципе разницы нету наверное все равно так же приходишь и так же приходится тебе сидеть в очереди ждать свое время по большому счету мы приехали на такси то есть они знали что мы приехали на такси ну приехал такси так рано ночью могу поделать что должна была сказать вы извините давайте это другую мне такси сидеть пришлось ждать очень тяжело ну ладно пишите свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь жмите на колокольчик чтобы не пропустить наше следующее видео которое уже выйдет завтра и всем пока пока с вами был канал артмания